шалам раха прошу раз мы говорили о чрезвычайно важном теме что человек который у которого вопросы которые сомнения на пока не остаются в сердце и пока они это как это горечь или боль то это не противоречит его уровне ему на его вере в аж как апротит то что все происходит и все происходит в итоге лучше к лучшему более того мы читаем мы видели этот источник из талмуда играется про рыбакиву и про других мудрецов говорится как рыбакива увидишь разрушение храма и как леса ходит по по месту где было кочек и дожжем святая святых то его реакция была он смеялся он радовался и другие ха хамима не плакали и мы видим что есть две стадии это это не тот траур как мы испытываем в тишебя в девятого ава это совершенно нормально но следующая стадия мы должны что за этого чему это нас ведет и рыбакива нас учит что мы должны смотреть дальше мы должны смотреть глубже и это обе стадии они не противоречит друг другу это если лев из моих есть наша служба сердце и разума и они опять же это приводит гармонию нас они дополняют друг друга и здесь мы видим как эта девушка которая у нее были и мучила то что ее у нее какие-то есть вопросы какие-то боль когда он видит своих племянников сирот она видит свою маму которая вдова и так далее все это только приводило к тому что она чувствовала себя что-то как это может быть что у нее есть вопросы на самом деле когда это это боль это совершенно нормальная вещь и это более того если человек не испытывает боль когда происходят какие-то ужасные трагедии и так далее он бэйт бэйсурим он как будто бы те страдания которые происходят в жизни он это не касается его это неправильно те страдания которые у человека есть они и переживания это то что он может из этого из из изъятия и расти из этого но не бэйт бэйсурим не отталкивать их не пинать эти страдания как будто бы это вообще все отлично и все хорошо теперь в в талмуде в авдазара сказано это 20 а хаофомедалов что рабя кива он постоянно спорил с турнос-руфус араша был такой злодей один из генералов адриана одного из цезаря и одного из императоров рима адриан его генерал его звали турнос-руфус и у них постоянно были диспуты диспуты спорили и рабя кива постоянно выигрывал и когда очередной раз турнос-руфус приходит домой и он весь расстроенный что опять он но рабя кива его растерзал в клочке все что он как бы он постоянно хотел как-то показать что иудаизм это неправильно и рабя киву доказывал наоборот и его жена сказала что дай мне возможность наказать рабя кива я я знаю как как это сделать и она попросила у него разрешение чтобы она пошла и соблазнила рабя киву и это уже будет его концом она понимала что такая вещь это полностью противоречит какой-то святости мудрости еврейского народа поэтому она получает разрешение у ее своего верного мужа турнос-руфуса и она идет но соблазнять здесь это эта часть не рассказывается но в талмуде начинается с того что рабя кива он видит жену турнос-руфуса и он у него есть три реакции три вещи он смеется он плачет и он плюется он плюет рокок объясняется что это значит также она хотела знать у него он рассказал я двух вещах от 3 не рассказал он сказал что он плачет потому что он видит что ее красота которая она была потрясающе красивой женщиной это красота потом чисто когда она умрет она возвращается к праху и это привело его к слезам он он его он плюется потому что вся ее красота и вся и все вот это вот физическая материальная ценность она это из это на самом деле все опять же очень проходящее это там весь смысл что это это как же какая же будет может быть в этом ценность если это что-то это пришло из какой-то капли возвращается в землю это в этом нету никакой настоящей ценности и он смеется это уже он не не он не объяснять почему потому что в руаха койдиш святом он видит как даре пророчества он видит что она будущем сделает геур и она и выйдет замуж за него так говорится в талмуде вода зара объясняет расшива тэлтс что мы видим здесь потрясающую вещь насколько у наших хохамим у наших мудрецов их чувства были с одной стороны будут контролем с другой стороны насколько остро они воспринимали это когда они видели когда видели какую-то красоту на это приводило их к слезам что эта красота на самом деле потом будет не вечный в то же время они могли полностью прочувствовать что на самом деле этот мир все материальное в этом нет никакой вечности и это все проходящее это на самом деле не важно и опять же у них было в тот же момент не будет может быть радость о чем-то другом он объясняет что чем выше человек тем больше он чувствует он переживает что происходит как мы сказали что один из больших раввинов когда приходили к нему люди он мог с одной стороны он советовал он он переживал он и он и он знал что он объяснял своему своему помощнику что почему с каждым человеком то происходит и почему насколько это на самом деле все к лучшему но он плакал с каждым из них их чем выше человек и я видел таких раввинов я встречался с ними чем больше он переживает тем больше его чувства более острые он 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 не становится таким хладнокровным как как только какой-то хирург который привык ко всему этому наоборот это что-то что постоянно им движет когда недавно ну который время уже пару лет назад один раб был у рабхайм коньевского и он увидел что там раббицин была и рав он увидел таблетки от не засыпания от бессонницы на столе и он спросил что делают таблетки от бессонницы здесь на столе и раббицин коньевский ответил ему что а вы думаете когда мы слушаем весь день о всех царотов всех страданиях и в резко народа которых все приходят сюда мы потом можем спать имеется ввиду что это не эта боль это страдание эти эти переживания этот это именно показывает это не какой-то изъян а наоборот это то что от нас требуется эти вот чувства которые переживания это именно чем выше человек тем больше он переживает тем больше он чувствует когда из какие-то страдания поэтому это то что очень помогло этой этой девушке этой невесте что показатель что это наоборот когда она видит эти этих сирот она видит то что произошло в семье и все эти это не то и и переживание это не противоречие ни в коем случае ее вере в рафшах когда он приехал на на шиву на когда рапшимон шлама заман ойрбах и сидел шиву сидел траур а свои рыбацы на своей жене и рафшах приехал к нему проведать его то рафшах сказал следующие слова он сказал что когда умерла его жена то он потерял весь вкус к жизни он не знаю когда кончилась шива когда кончились семь дней траура у него не было никакого интереса вставать и идти дальше вот это он чувствовал совсем ну как он он был крылова поколений на глава поколения его мудрость в торе и во всем это было всем всем известно но когда с ним произошла эта вещь это 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 траур это папа свои рыбацын с этим он поделился с рапшом замер бах в поэтому мы не аннулируем 9 ава да мы не в коем случае она есть времена когда из травы есть времена радости это все есть у нас круг и мы должны по через это пройти есть молитвы мы видим что или она ведь даже когда он 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 молится творцу чтобы чем спас его от от страха от страха других вещах что даже в самых пророках в больших праздниках мы видим что эти эти чувства эти эмоции это не противоречие их уровню в другая история которая раба я определился с нами это что была одна ученица одна девушка в семинаре в школе уже заканчивала его и внезапно она была дочка одной из очень известного родина чем большого раввина она была его поздним ребенком и внезапно он умирает это было очень тяжело для нее и это повлияло настолько сильно что она ее соблюдение митцвот соблюдение заповедей нарушилась это было уже не то как было до этого и действительно она это и очень испугала и учителя остались и как-то помочь но никто не мог найти слов и как-то мотивации чтобы ее вытащить из этого здесь сказал что его пригласили пригласили поговорить с ней и он поделился с ней следующим что у одного человека умер отец это человек был очень серьезный он всегда молился у стены плачи и каждый шахарит и теперь по традиции ему следовало бы быть хазаном вести молитву говорит кадыш и говорится повторение меды чтобы первые 11 месяцев как можно больше был исход было заслуга для его отца в небесах он начал это делать но он увидел что это очень тяжело потому что обычно часто тяжело найти миньян который медленно молится поэтому часто все спешат уже закончили они они будут его торопить и все торопятся уже чтобы он он вовремя закончил свою шманесса закончил повторение и так далее так далее это все настолько его как бы умешало что он решил что это не для него лучше в как бы будет для его отца наверняка если он будет молиться как как я меньше как как человека как 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 следует и уже это будет даже лучше для его отца чем если он будет бегать из одного меня на другой и стараться на говорит кадыш как можно больше и так далее это ему очень мешало когда он встретил рапшиму азану айрбах то тот сказал ему что вот то что вот тебе мешает и то что тебя это очень как бы выбивает из калии это митсва кибут а в мидорайса этим ты выполняешь поторе обязательства уважения отца это показывает что действительно то что произошло это не это 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 настолько тяжело это настолько страшно настолько такая большая потеря для тебя что-то выбиваете из калии и тут работа сказал что то что мы не можем это копировать можем это как-то использовать других местах потому что это очень индивидуально зависит от каждого случая но это потрясающе мудро как он это использовал для этой девушки он сказал что тем что тебе так тяжело тебе это настолько как бы переживаешь это влияет на все на всю твою жизнь это показывает что это не просто какой-то сосед умер какой-то там дальний родственник какой-то это действительно ты думаешь что твой отец в небесах он зол на тебя как же так ты твои твои митсва твои заповеди твоя твоя жизнь это ты не выполняешь так уж как это должно быть ты считаешь что он 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 лица на тебя наверху он смотрит и он переживает как ты можешь такое делать на самом деле что он рад за тебя он видит что у него есть нахаз он он видит что для тебя это тяжело то что то что то что это твои переживания показывают наоборот что для тебя это такая большая потеря это показывает твою твой кибута в твою уважение родителей если человек начинает кушать некошерные вещи тогда нельзя сказать что как бы там на весах будет какая-то большой из-за этого радость но здесь нашем случае это было она не вела себя как она как и хотелось бы и в этом случае это ей очень много дало и потрясающе она она вышла из этой депрессии она пошла и в течение года она стала невестой и роберт сказал что его заставили прийти на обручение хотя он обычно никогда не ходите на какие обручения почти на свадьбы потому что достаточно времени но тут она сказала невеста ему сказал что если бы не вы то я бы здесь не была поэтому должны прийти на это обручение это бы именно ее вытащила потому что человек очень часто он делает себе такой круг он делать себе такое забивает себя в такой угол где он сам держит себя там поэтому это это обязательно нужно найти путь как человека освободить из этого и это имя те слова которые он нашел что опять же то что ее переживания это на самом деле было как-то конструктивно и показать что это совершенно нормально и именно когда она почувствовала это это освободил ее и она смогла вернуться на на правильный путь теперь есть очень тяжелый другой третий уже случай была одна племя одно общежитие для девушек и рабояр давал там уроки и после почти после каждого урока одна девушка уже чуть старше которой там жила она там работала как секретарша она подходила к нему с очень странными вопросами насчет кибу тавэм насчет уважения родителей очень очень странный и одна рабанец спросил его он знает ли вообще ее историю что ну как откуда она приехала и и знаком ли он с ней близко что нет и она что она хочет ему рассказать на что ему лучше если это будет записано и он это сможет прочитать спокойно и действительно она прислала ему целую чуть ли не книжку и он видел что это больше это сама эта девушка описывает свою жизнь она что прочитав это это было хуже чем любые какие-то ужасы там просто и и и она описывает свою свое детство и родители издевались на ней страшным способом там если только описать только пару 10 процентов что там было это наказание стоять на босиком на холодном полу всю ночь или у них недостаточно было еды нужно было ходить и что они ходили по магазинам или по соседям просили еды и так далее так далее было и и и психически и физически были просто ужас и в конце она пишет что она не знает вообще зачем жить и зачем как бы ну что что от нее что с нее взять и этот мир полностью для нее как бы не без нету будущего и на этом кончается ее описание он был он передал это своему раву в бояр это что нужно каждого рау должен быть свой еще рав он и он послал и переслал ему это и попросил уж чтобы он это сам прочитал но одновременно они сказали что он светился с это робонит они сказали что он видит единственное и нужно выходить замуж не всегда замужья женитьба это как бы выход из положения но в этом случае он она была очень хорошая девушка на чем в каком-то смысле в своей жизни стабильно и и так далее но все эти травмы они решили что лучше всего идти дальше и она скажет что действительно равка это этого учреждения тоже так считает и как это когда уже он сказал они сказали все вместе она решилась на это она начала заниматься шедухим начала встречаться и бору хашем она обручилась с молодым человеком в само обручение было тоже больше похоже как сара и авраама видно что там не было никакой семьи не не ну не к ней не пришли ни родители не никто ничего но конечно итоге они обручились теперь в два часа ночи у ров боя раздается звонок в он телефон звонит 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 он поднимает трубку и слышит крики плачу и какая-то девушка ну конечно ведь что вот только что я сижу рядом с этой с этой невестой а жених позвонил ей не через кого-то позвонил ей и сказал что он от аннулирует этот шедух он отказывается он он не хочет на ней жениться он не сделал это не через какого-то человека он прямо ей позвонила сообщил это она сидит на полу лежит на полу и она плачет уже три часа она не может успокоиться не может остановиться и раба сказала что очень важную вещь когда тебе нечего сказать то ничего не нужно говорить нужно все как-то искать выискивать как-то вы давли выдавливать из себя что-то как-то какими-то из пальцев если ты все уроки про ему на про веру про испытания она все их знала уже наизусть она все это пришло прекрасно прошла на все это у нее записано ему нечего добавить здесь сейчас в этой ситуации что-то и сказать нет у меня нет не было ничего сказать он обратился к своему праву попросил его он тот еще это не прочитал он предпочитал прочитать когда он прочитал ему звонит утром уже раб раб бояра и говорит ему ты спал сегодня на оба говорит что да нет как ты можешь спать нет если это правда что там написано как ты можешь спать оба сказал что если бы что он может дать свой телефон своему ураву на 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 пару дней тогда на что вы не будете спать месяц после этого что к сожалению это это у него таких случаев достаточно много но что делать что делать и и урав сказал что я я я я я долго думал я знаю что и сказать и он это записал и и и приехал к ней это не что у меня сейчас целый день уроков по всему по разным школам нет аннулируй все отменить все уроки это пикох нефеш это спасение жизни ты едешь к ней и ты будешь не говорить итак он сделал и вот что он не рассказал он сказал не так что в общем то человек всегда у не из какое-то окружение нас в связи за какое-то окружение у нас есть семья у нас есть родители у нас есть родственники у нас есть наши друзья у нас есть наши коллеги и так далее так далее наши раввины каком-то есть мгновение из ситуации не человек он, у него же нету здесь помощи, у него нету там, у него, он в каком-то смысле один, он каком-то смысле одинок, у него нету никакой возможности что-то, что-то получить. В этот момент он настолько одинок, что он падает, опускается в самую такую бездну этого одиночества, там ничего нет, никого нет, и в этот момент он, любой нешелуем сам, сам творец, сам Ашем ловит этого человека в этой ситуации, он его обнимает, и вот здесь он находится. В этот самый тяжелейший кризис, он опускается вниз, там где нету никого, никого не можно как-то найти, какое-то утешение, он опускается в самый низ, в эту бездну, и там Ашем его ловит. В этот момент он может попросить, он может найти, опять же, что он хочет. И объяснил этот раб, он говорит, что в этот момент используй это, как только тебе кто-то сейчас поможет, кто-то тебе что-то объяснит, как-то тебя мотивирует, как-то тебя отсюда постарается вынуть, поднять наверх, это уже не то, это уже, ты уже не будешь здесь в этот момент, где Ашем тебя обнимает. В этот момент ты можешь сейчас, можешь просить, можешь молиться, можешь, он говорит, и побороже, он говорит, помолись за меня тоже. Говорит, у этого раввина, у него много страданий сам, персонально ему очень тяжелая жизнь, говорит, я тебя прошу, он дал свое имя, помолись обо мне. Сейчас этот момент, когда ты можешь найти себя, ты сейчас в объятиях Творца. И Боруха Шем, эти слова, они очень-очень помогли ей, она действительно почувствовала, дал ей силы выйти из этой ситуации. Так что, в этот, то, что мы видим здесь, да, что есть ситуации, где, где человек проходит, и, и мы видим, что именно его, его чувства, его переживания, это, опять же, это не противоречит этому. Если мы вернемся к первой истории про эту невесту, за день до, до ее свадьбы, за неделю до ее свадьбы, неделю до ее свадьбы, до восемь дней, рабой, он шел по наибраку, и он видит объявление, что директор школы умер, один директор школы. Он, значит, смотрит имя, смотрит, тот старший ее брат, который позвал его давать уроки в этой школе, внезапно скончался, тридцать восемь лет, тот брат, который за ней смотрел и за ней вел. И эта девушка, эта невеста, которая через, через восемь дней была ее свадьба, она сидит в шиву, она сидит в трауре, умер отец, умерла ее сестра и умирает сейчас ее брат. И он говорит, что раба, говорит, что он был в тех местах, он, говорит, что он, он боялся пойти на шиву, боялся ее увидеть, потому что как она, ну, как бы, что она, она не знает, что он с ним сделает после всех его слов и так далее, но как? Он, он, он не решился пойти ее навестить, нет. В конце шивы, последний день, он видит, ему звонят, он видит, что это она. Ему было очень тяжело, он говорит, но нельзя, нельзя убегать. Он, 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 он взял, он поднял телефон и он тоже, у него было такое чувство, может быть, она сошла с ума. Она начинает его благодарить. Она говорит, я хочу поблагодарить за все уроки, это помогло мне. Те люди, которые пришли сюда, и они, как бы, хотели утешать меня, на самом деле, получилось, что у меня были силы утешивать их. И послезавтра у нее свадьба, и она просит, чтобы Робер приехал туда и дал специальный урок для всей ее семьи, для всей, для, для, для больше, для, для семинаров, для всех этих девушек, которые, для школы, для школы, для школы, где этот директор скончался. И она сказала, что она подождала, она ждала до последнего дня, потому что она боялась, что у нее не хватит силы. У нее не хватит силы все это пройти, достаточно, чтобы и только последнее, когда она увидела, что она действительно уже, она смогла справиться с этим, и со всей этой болью, и со все, что с ней случилось, и послезавтра ее свадьба, она говорит, что сейчас я могу, она, она может действительно позвонить и поблагодарить за все, что она получила от этого. Боя за сошем, чтобы у людей, чтобы у нас были всегда силы, чтобы у нас мы видели, опять же, как мы сказали в прошлом уроке, мы старались приблизиться к Творцу, особенно, когда нам хорошо, когда все идет, когда мы видим, увидеть Творца во всех этих, в нашей жизни, это приближает нас, и часто тогда уже не нужно никаких трагедий, нам не нужно никаких вещей знать, что если у человека тяжелые времена, если у него какие-то страдания, боль, вопросы, это, это не противоречит его вере, и вае за сошем, чтобы были хорошие новости, чтобы у нас была жизнь полная, просто полного путешествия, и лихозек, чтобы усилиться самому и усилить других. Спасибо, счастливо!